Здравствуйте. Попробуем со сцены. У меня просто Валера сейчас подходил, спрашивал, буду ли я говорить правду. А я ему сказал, что, наверное, будет смотреть трансляцию весь мой офис, и если я буду говорить неправду, они меня… Не будет, да? А, ну хорошо, значит, тогда можно говорить неправду. Народу мало, но все равно спрошу, есть ли в зале HR-менеджеры, которые вот такие матерые, есть, которые людей тысячами увольняли, не яс. Не яс поднимает руку. Но ему, наверное, будет не очень интересно просто. Тема действительно откровенная, личная, это такая болючая для меня история. Я буду говорить ту правду, которую я знаю, и мне бы хотелось, чтобы мы провели ближайшие полчаса как в клубе анонимных алкоголиков. Если у вас что-то подобное происходило в компании, вы мне головой так киваете, да, была такая фигня, ну либо там… Нет, не было. Так, это просто bullshit. Теглайн все фигня. Про себя два слова. Свободное от работы время я люблю летать на маленьких желтеньких самолетиках. Это важно, и в конце будет про это пара слайдов. А если кому-то захочется посмотреть поподробнее, как наказывают людей в мире авиации, подойдите ко мне, я покажу ролик со звуком. Там, ну, неприлично такое на камеру снимать. Вот. Ну и, собственно, к докладу. К докладу про наказание. Впервые этой темой я задумался, когда сидел в офисе примерно часов 12. Я тогда еще был программистом, разработчиком, и я отлаживал код за тем программистом, который что-то бросил, не дописал и ушел домой. В скайп мне долбится, значит, заказчик пишет вот эти грозные слова, там, ургент, импотент, вот, пытается красным в скайп писать. В общем, торопит меня. А когда такое происходит, у меня постоянно болит спина, вот так вот выгибает. Вот если… Начинают меня торопить все время, вот такая история. И я сижу и думаю, а что, собственно говоря, значит, для программиста нести ответственность за проект? Что такое? Вот я как директор за себя, я понимаю, я гребусь по полной программе, я неправильных людей на проект поставлю, значит, я просто там финансово провалюсь. Я неправильно человеку найму, значит, я просто как-то по-другому провалюсь. Ну, вся ответственность в компании лежит, в принципе, на мне. Это я понимаю. Вот. А что такое для программиста нести ответственность? Или для дизайнера? Кто-нибудь может мне рассказать? Ну, давайте. Значит, по ТК, штрафовать его нельзя, да? Значит, наказывать его временем в нерабочее время тоже нельзя. Привязать его к батарее и заставить там работать тоже нельзя. Бить его тоже нельзя. Что с ним можно сделать? Как его наказывать? Ну, как вариант. Можно его, по сути, только уволить. А я и так сижу в 12 часов, отлаживаю чужой код. Куда мне его увольнять? Я буду тогда не в 12 сидеть, а в 2 часов. Что делать? Абсолютно, короче, получаются такие неуязвимые чувачки. Да. Ну, и вот в этот момент я, значит, начинаю задумываться про вот эту тему, и она мне как бы очень такая начинает коробить. И ко мне приходит наш арт-директор Евгений Бессменный, Евгений Акулов, и говорит, Вова, слушай, мне нужны, короче, такие рычаги, которыми бы я мог, значит, вот дизайнеров там что-то с ними сделать. Вот они накосячат, а я бы что-нибудь их раз так, что-нибудь с ними как-то вот наказывать их я хочу. Такой, Женя, блин, я тут про себя-то не знаю, что делать, а с тобой-то какие я тебе рычаги дам? Ну, вот тоже как-то непонятно было мне, что передавать дальше. Ладно, проходит некоторое время. Я просто анализирую за собой ситуацию, что происходит у меня в компании, и просто вижу, что время от времени я срываюсь на людей, начинаю на них кричать. Ну, вот не очень приятная история, да? И причем это системно происходит. Если бы я был, например, девочкой, раз в месяц мне бы это простили. Но бородатый, умный, взрослый мужик, когда себя вот так ведет, это не очень хорошо. Вот, поэтому, ну, естественно, надо вести себя сдержанно. Я это понимаю. Начинаю какие-то косяки людей пропускать мимо, разговаривать с ним спокойно. Только когда меня доведут до какой-то точки кипения, начальник все это терпит, терпит. А потом как-то орет. Вот. Тоже некрасивая история. Непонятно. Вот. Что еще можно сделать, чтобы не орать ни на кого-то? Можно человеку просто в скайпе написать очень подробно сообщение, рассказать ему про тот косяк, который он сделал, подробно расписать, где он конкретно был неправ, почему, какие последствия это привело. Ну, в общем, составить такое длинное подробное сообщение, где все его, ну, разъяснить ему, кто он по жизни и что, почему так. Можно, да? 100% рабочий метод. Я проверял. В 100% случаях метод работает. Они всегда делают после этого вот так. Пам-пам-пам-пам-пам. Сейчас, сейчас. Обратите внимание, он бормочет. Пум-пум-пум-пум. Знаете, в чем бормочет? Начальник козел. Контора говно. Вот. Причем вам это не слышно. Вам это не слышно. А по рынку хорошо разносится. Ну, по рынку, в смысле, по рынку труда. Вот. Еще важно, у него синяк. Вот видите, синяк нарисован. Тоже важная история. Вы его не наказали, вы его обидели таким поведением. Здесь есть очень тонкая, но очень конкретная разница. Вы наказываете человека или вы его обижаете. Когда вы его наказываете, он чувствует, что он виноват. А когда вы его обижаете, он чувствует, что козел вы. Ну, собственно, что делать? Сам я понял, что своим умом не дойду, как наказывать правильно подчиненных. Начинаю читать литературу. Ну, наверное, вы тоже там всякие западные книжки читаете. Читайте. Там вот про мотивацию, там надо составить систему ценностей. Сотрудников надо мотивировать. Напишите корпоративную цель, вывозите. Ну, вот это вот читайте. Полно такой литературы западной на самом деле. Ну, ни слова не сказано, как наказывать людей. Ну, ни буковки. То есть, что получается? Я должен внутри своей компании создать вот эту мотивирующую обстановку, их как-то там мотивировать. А если они накосячат? Нет, я спокойно сижу там в центре компании. У меня такая манная сходит. Они приходят там, раз в день от нее заряжаются и все, и не косячат. Ну, это в западных книжках такая история получается. А наказывать-то как? Не написано. Вот. Тогда, может быть, не надо наказывать людей? Или надо? Надо? Нет, может, не надо на самом деле. Ну, да, на самом деле я тоже считаю, что надо. Просто, смотрите, вот мы с вами, я не знаю, если вы похожи немножко на меня, то я лично никогда не учился на никакой менеджмент. Я вот программист из мозга костей. У нас есть студии, которые дизайнеры организовывают. Но вот чтобы менеджер организовал студию, есть такие вообще в зале? Немножко, да, немножко есть. Но в основном это история, когда либо программист, либо дизайнер там что-то попадает в такую ситуацию, когда ему надо управлять людьми, а его этому не учили. И от этого очень много каких-то таких странных косяков происходит. Вот. Ну, то есть наказывать, да, действительно на самом деле надо, но просто только как. И тут мне попадается в руки очень интересная книжка отечественного автора. Вот она. Всем видно, да? Да ничего вам не видно, я специальную маленькую сделал. Вот. Значит, в которой просто расписано о том, что человека надо наказывать в зависимости не только от его проступка, но и в зависимости от той операционной системы менеджмента, которая у вас внедрена в организацию. Он довольно подробно там останавливается на этих системах операционных. Вот. И получается, например, если у вас, ну, диктатура в организации, то наказывать человека надо только за тот проступок, когда он противоречит диктатору. А если у вас, например, такая штука, как регулярный менеджмент, ну, это когда у вас там все по правилам, все хорошо и грамотно, то тогда его надо наказывать в абсолютно других ситуациях. Вот. У нас, в принципе, там скрама, джайл там с 2003 года, поэтому у нас плюс-минус более-менее похожая история на регулярный менеджмент. А что говорит нам регулярный менеджмент про наказание? Вот сейчас будет буквально пара слайдов, самые важные, наверное, в презентации. Регулярный менеджмент нам говорит следующее. Штука первая. Руководитель обязан наказать подчиненного, если тот нарушает установленные и доведенные до него правила. Ребята, это очень поганая вещь. То есть я иду в здравом уме, твердой памяти по офису, у меня настроение хорошее, вот в шортах птички поют, лето. Вот. И вдруг я вижу, что кто-то косячит. И тут я обязан без замаха нанести этому человеку соразмерно боль. Понимаете, какая погонь? То есть, ну как? Так, вот. Я просто сейчас пример приведу, вот как с вашей точки зрения. Допустим, вы даете задание программисту Васе, вашему молодому программисту Васе, у которого есть куратор Леночка, даете ему такую задачу. Вася, сходи, пожалуйста, спроектируй базу данных, но поскольку ты еще только учишься, значит, попроси, пожалуйста, Лену, чтобы она с тобой вместе посидела, и чтобы вы вместе спроектировали правильно базу. Вася подходит к Лене, говорит, Лен, там начальник сказал, помоги, давай посидим. Лена, там что-нибудь, ну не знаю, птички поют, настроение хорошее, не хочу думать, хочу платиться, вот это все. Не сейчас, короче, отойди. Вот. Вася пошел, почитал книжек, поискал по форумам, потратил там пару вечеров и действительно нарисовал нормальную хорошую базу. Вопрос. Надо ли Васю наказать или надо Васю наградить? Какие есть варианты? С умом надо, да? Это здесь называется импровизационный менеджмент, то, что вы говорите. Так, про Лену вопросы есть вообще? Про Лену здесь четко, да? Лену надо все по-любому наказывать, да? Или кто-то читает по-другому? Про Васю споры, да? А Лена не согласилась делать задачу. Лена сказала мне… Наказать руководителя. Так вот, в системе регулярного менеджмента мы должны наказывать обоих. И Васю, и Лену. Васю за то, что он проявил инициативу и полез туда, куда его не просили. Может быть, он в системе, не знаю, диктатурного менеджмента, он мега молодец, когда он там проявил просто сверхгероические способности и сделал задачу, которая потребовала от него сверхусилий. Но в системе регулярного менеджмента мы обязаны его наказать. Вот такая поганая штука. Следующая поганая штука из регулярного менеджмента. По-моему, она еще более поганая. Руководитель не имеет права наказывать подчиненного, если тот действовал, не превышая своих полномочий. Сплошь и рядом нарушается. Сплошь и рядом нарушается в компаниях, в организациях. Пример тоже приведу. У меня буквально два дня назад системный администратор менял диски на внутреннем сервере. Процедура простая. Выдернул один диск из раида, вставил другой, они синхронизировались, изменил размер. Каждые полгода делаем, она даже регламентирована у нас. И тут в момент, когда он изменял размер, у нас просто произошел какой-то сбой, я не знаю по какой причине, и слетают все данные с этого сервера, с этого жесткого диска. По сути, мы теряем часа четыре работы компании. Человек инструкцию не нарушил. Я не имею права его наказывать ни взглядом, ни действием, ни выражением кривой морды, ничем. Я не имею права его наказать, потому что он действовал с размерной инструкцией. Хотя очень хочется. Четыре часа работы 44-х человек, это очень серьезно от 42-х. И любителям гита, кто хочет со мной поспорить, мне есть что им сказать, но это отдельная история. Я не имею права наказывать администратора в этой ситуации. Очень серьезная штука. Вот, потом, есть несколько исключений. Есть действительно какие-то такие люди, у нас в компании тоже, ну, они просто встречаются, это редкость. Это люди, которых нельзя наказывать. Они в момент своего косяка с собой такое сделают внутри себя, что вы им со стороны ничего не добавите. Очень ответственные люди. Знаете таких? Есть у кого-нибудь в компании? Есть, да? Вот, с ними работать очень приятно. Они настолько внутри себя все переживают и исправляются, очень быстро растут. Вот таких наказывать не надо. Вот, следующая вещь, которая мне тоже попалась на глаза, книжка Владимира Константиновича Тарасова, вернее серия книжек. Кто-нибудь знает, что это за человек? Читали? Нет? Отлично. Тем, кто не читал, я искренне завидую, потому что вы придете после этого семинара, кинетесь смотреть в сеть, кто это такой, начнете с упоением читать его книги. Вот, для меня просто жизнь, это вот четко до и после Тарасова. Очень много умных мыслей, они очень сконцентрированы в его книгах. И одна из них, ну вот просто она написана на экране, я из нее понял, как вести себя с наказаниями. Либо ты берешь человека, забираешь его к себе поближе и что-то там с собой такое делаешь, и тут ему происходит и становится больно. Либо ты его максимально от себя отстраняешь, вплоть до того, что выгоняешь из компании, и тогда ему тоже плохо и больно. Вот, и все наказания, они где-то вот примерно вот так и варьируют. А если человек ведет себя хорошо и правильно, ну пусть он об вас греется, об ваше тепло. Ничего плохого в этом нет. Вот, поэтому моя рекомендация проделать с собой следующее упражнение. Я бы даже сказал, обязательно проделать с собой следующее упражнение. Возьмите так, разметьте, что вы готовы делать с людьми, какие наказания вы готовы вообще придумать для них. Вот, с нуля у вас будет самый мелкий проступок, как вы хотите наказать, и где-то вот где пи, там самое вот это пи и наступает для человека. Ну, обычно там максимум это увольнение, наверное, но вот я слышал случай про приковывание к батареи, это питерские ребята мне рассказывали. Вы для себя сами просто определите, где и что у вас на этой шкале, где и что примерно у вас вы готовы делать с человеком. Обязательно проделайте сами. Тогда у вас появляется мощнейший инструмент, и вы можете просто понимать, где и как с человеком лучше поступить, и у вас это будет подготовлено. Ну, на самом деле, большая часть наказания у вас так или иначе среди айтишников будет лежать в области моральных. Так, теперь еще один момент. Допустим, вы решили человека наказать прям по полной программе. Но у вас от него зависит проект. Если вы с ним чего-то сделаете, он может там уволиться, разобидеться и уйти от вас. В регулярном менеджменте вы не обязаны действовать мгновенно, вы не обязаны его наказывать мгновенно. Вы можете ему поставить крестик на лбу зеленочкой, и в тот момент, когда вам будет удобно, провести с ним соответствующую процедуру. Это нормально. Вы выбираете место действия, время действия, и, соответственно, соразмерно производите свои манипуляции. Соответственно, да, большая часть наказаний так или иначе лежит в сфере моральных вопросов. К сожалению, это мало кто умеет нормально делать. Здесь небольшой короткий алгоритм. На картинке изображен тортик. Это наш менеджер Дина. Вот его испекла в годовщину одного мозговыносящего проекта. Это не настоящий мозг. Соответственно, алгоритм обязательно наедине. Ни в коем случае не при людях, ни в коем случае не в какой-то такой обстановке, где человек может войти в роль и начать на вас быковать. Начинайте разговаривать с человеком и задаете ему вопросы. Что такое вопрос? Вопрос — это какая-то фраза, которая в конце заканчивается вопросиком. Очень частая ошибка после того, как вы задали вопрос, начинать человеку читать мораль. Соответственно, задали вопрос, делаете паузу и дожидаетесь ответа. Вот в этот момент человек начинает испытывать какие-то очень определенные болючие муки. Он будет как еж на сковородке пытаться выкрутиться и не отвечать вам на ваш правильно поставленный вопрос. Вы не должны давать ему это сделать. Вы должны его поставить лицом к зеркалу, чтобы он понял, что за проступок он совершил и как. Докопаться нужно обязательно до моральной причины. Именно чтобы он сознался, что здесь, да, он поленился, что-то еще. Неплохо работает, если вы в этой комнате сядете таким образом, чтобы он не мог через вас просто так проскользнуть, убежать, ну физически просто слегка ногами перегородить и выход. Когда человек понимает, что ему не соскочить, не сорваться, он действительно пытается ковыряться в себе и разговаривать с вами более-менее честно и открыто. Так, что еще? А, да, на ком тренироваться? Сейчас, наверное, у многих в головах появилась светлая мысль. Я сейчас приду домой и там попробую вот эти все методики отработать. Ни в коем случае, пожалуйста, не делайте. Домашние не виноваты, что вы сходили на семинар и завертай его послушали. Вот, поэтому, если в вашей компании есть какие-то люди, которых вам не жалко, вот на них можно отработать все эти прекрасные техники. Вот, а на домашних, ну это несерьезный вопрос. Кого? Ну очень хорошо, поздравляю вас. Тогда вам эта тема не актуальна. Вот. Нет, на самом деле вы можете, не знаю, походить там по городу, поискать таких. Они есть, просто вам их не должно быть жалко. Вот, и одна такая задача нормальная, просто взять и человека вот такой историей, довести до белого коленя, это для вас такая нормальная тренировка будет. Просто потом вы сможете это действовать соразмеренно и без эмоций. А пока вы этому не научитесь, вас будет нести в этот момент. Вы начнете читать морали. Кому-нибудь в последнее время читали морали? Как вы себя в этот момент чувствуете? Про что вы думаете? Вот они в этот момент думают про то же самое. Когда этот гад уже заткнется. Ну это как минимум. Да, и следующий момент, я просто обещал показать, у меня на ноутбуке есть, если кому интересно, после презентации зайдите, я включу со звуком. Просто как происходят вот эти разборы полетов с точки зрения пилотажных ребят? Очень эмоционально всегда, очень конструктивно и очень-очень по делу. Это именно то, к чему надо стремиться. Вы должны обратную связь и ваше наказание отдавать. Очень эмоционально и конструктивно по делу это хорошо считывается. Чего нет в регулярном менеджменте? В регулярном менеджменте нет процедуры прощения. Нет такой процедуры. Вы не можете простить человеку его косяк. Вы обязаны на него соразмерно отреагировать. Но есть процедура амнистии. Что это значит? Амнистия это когда человек раскаялся в своем поступке, и вы больше ему на мозги про этот проступок не капаете. Абсолютно две разные вещи. Их нужно разделять. И вот теперь книжки в крупном формате. Владимир Константинович Тарасов. Берите, просто читайте все, слушайте все, что найдете. В сети этого полно. Но я не знаю. Это на несколько лет чтите его на самом деле. Даже если вы быстро прочитаете, вам придется прочитать это несколько раз. И второе. Александр Фридман. Наверное, кто-то слушал, читал, видел. Тоже очень хорошая литература. Про наказание мозг промывает на 5 баллов. Это на самом деле все. Если кто-то еще пользуется твиттером, стучитесь вот сюда. Ну и задавайте вопросы. Да, у нас еще целых 10 минут на вопрос, поэтому поднимайте руку. Подойду к вам с микрофоном. Владимир, все-таки про наказание вот именно конкретно морально уничтожать или все-таки деньгами, деньгами, деньгами? Да елки-палки, да забудьте вы про деньги. Это очень плохая история, если вы будете людей штрафовать деньгами, особенно в сфере IT. Если бы меня, например, попытались штрафовать деньгами за опоздание, ну там, не знаю, есть такие истории, 100 рублей даешь, значит, можно опоздать. Ну я бы абонемент купил, честное слово. И поле вашей власти бы срезалось. Очень хорошо. Можно я прокомментирую? Штрафовать деньгами можно только в том случае, если вы с человеком договорились, что вы его имеете право за что-то штрафовать деньгами. Во всех остальных случаях это будет крайне демотивирующая мера. То есть если вы с ним договорились… Свету, кажется, штрафовали деньгами. Нет, меня не штрафовали, я Тарасова, например, смотрела, читала. Ну то есть это плохой способ. Делается все по ТК, то есть есть там регламент, есть соглашение о примировании, депримировании, да, которые кто-то дал на договор. Вы работаете с IT-шниками, это очень проворные ребята. Если вы попробуете привязаться к каким-то критериям качества их работы, вы всегда проиграете, я вам это гарантирую. Если вы попробуете построить критерии качества работы программистов, вы попали непонятно на что. К чему вы привязываетесь? Количество строчек кодов в день? Ребята, это смешная история, вам такого нагенерируют. Количество багов? У вас будет пинг-понг между отделом программистов и отделом тестирования. К чему? Какой критерий? Менеджера можно привязать к обороту. Здесь согласен, менеджера можно четко построить зависимость. Вот сколько ты актов отжал, такой тебе там бонус. Но я не про другое, я про другое, я про айтишников, я про дизайнеров, про нашу творческую среду и атмосферу, которую деньги, ой, как не мотивирует. Это именно такой профилактический фактор, которого должно хватать. У меня зовут Сергей. Вопрос связан от обратного все же. было сказано, что их не мотивирует, а что-то основные три пункта, что мотивирует программиста. Это очень простой вопрос. Так, давайте, представьте себе, что вы программисту даете несколько задач. Какую задачу он будет первой делать? Самую интересную. Ему пофигу будет на вашей стройке, он возьмет самую интересную и будет ее делать. Все. Интересно делают, неинтересно они делают. Человек простой, как дверь. Закрыл, открыл. Вы, да, программист, нет. Вы коммерческая организация, программист, не коммерческая организация. Интересными задачами. Ростом. Если их нет, значит меняйте профессию. Не занимайтесь этой херней, которую вы делаете. В микрофон дай, громко, потому что никому не слышно. Микрофон и громко. Задаю вопрос. Сколько людей пришлось за последний год уволить? Разработчик, технический специалист. Одного человека. По сценарию вот этого вот большое-большое сообщение. Владимир, здравствуйте. Меня Максим зовут. У меня вот такой вопрос. Наверное, в каждой компании, ну может быть не в каждой, есть человек, который не попадает, наверное, под критерии типового разработчика или администратора. Вот у нас был в свое время в студии Владимир, сисадмин, классического типа, такой со старым рюкзаком, свитер, с длинной бородой. Но он был уникальный человек. Это голова. Он умел делать, наверное, все. И он, как классический системный администратор, знать ничего не знал ни про сроки, ни про дедлайны. И методики давления на него никакие не действовали. Мы его не штрафовали никогда деньгами. Мы пытались с ним разговаривать и так. И пытались донести до него, что Володя, на тебе огромная ответственность. Вот можешь даже два дня не работать. Ради бога. В три часа дня там крупный клиент. Проследи, чтобы все было в порядке с серверами. Володя раз, не вышел на связь. Потом, Володя, ну как же ты так? Где ты был? Он такой, вот я поехал на дачу, купил себе там модем. Он плохо работал. Я решил себе там драйверок под него написать. И что-то закопался, уснул. Там, в общем, все. Что с ним делать? Вот мы его долго терпели. Мы, не знаю, года три, может даже четыре, пытались Володе этому объяснить, что он хоть иногда в исключительных случаях должен работать в рамках той системы, которую мы ему навязываем, но он не смог. Мы по-хорошему расстались. Вот правильно ли мы поступили, или все-таки была возможность как-то Володю… Значит, речь идет, видимо, о ситуации, когда есть действительно такой уникальный специалист, которого хрен заменишь. Извините, я больше не буду. Значит, и что с ним делать, как его приручить? Здесь вы должны понимать, что если ты какой-то реально уникальный такой мастер-гуру, который просто один на весь ваш, не знаю, мега-район, и вы не найдете никогда замену, и действительно такие ситуации бывают, редко но бывают, там какой-нибудь специалист по супербазам данных, и он действительно один такой, у вас нет никакого другого выхода, кроме как его терпеть. Но здесь вы должны его отстроить от организации, то есть сказать, вот это у нас там священная корова, вот для нее другие правила. Они вот такие-то, всем объяснить. И объяснить всем, почему для него конкретно такие правила. То есть он может генерировать там за полчаса для нашей компании 500 тысяч долларов, а ты не можешь. Значит, пока ты вот так не научишься, у тебя таких поблажек не будет. Дальше, максимально постараться его изолировать от компании, чтобы он на них не влиял плохим образом. И дальше стараться все-таки искать замену, потому что вы не должны сидеть на одном человеке, как на наркотиках. Если человек не уникальный специалист, или кажется, что… Ну, на самом деле, чаще всего кажется, что он уникальный специалист, скорее всего нет. Вот. Ну, все очень просто. Проинтегрировали по всем парадигмам, и мы свободные люди, рынок труда вольный. До свидания. Добрый день. Меня зовут Антон. Вот, как бы, ваша система, она укладывается в разрезе регулярного менеджмента. Существует, как бы, ну, какие-то смешанные, там, стили управления, там. Да, 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 да. Есть какие-то там универсальные методы? Может быть, вы пробовали их проходить, там, как-то, ну, стадии свои? Универсальные методы чего? Ну, именно воздействия, ну, и доказания сотрудников. Ну, при других стилях управления. В книжках пишут, что если вы используете смешанные стили управления, вы имеете все минусы от каждой из систем, не имея плюсов ни из одной. Поэтому для себя мы их не смешиваем. Ну, стараемся, по крайней мере, насколько у нас хватает головы. Александр, компания WebRoyer, Самара. Вот вопрос из личного опыта. А какой у вас в компании критерий уже уволить программиста? То есть что такого должен сделать человек? Страшно? Ну, это единственный критерий, если человек неуправляемый. У нас есть набор тех вещей, которые мы просто просим с каждого, напоминаем изредка, если вдруг это забывается, но если это не выполняется, значит, у нас нет выбора, кроме как расставаться с человеком. Одна из таких вещей – это парадигма. Уперся, сообщи. Он уперся в код, он обязан сообщить о том, что он может с этой задачей просидеть больше времени, чем мы планировались. Если история с тем, что он не эскалирует свою проблему наверх, системная, у нас нет другого выбора, кроме как расстаться с этим человеком. Это неуправляемый человек. Ну, один раз, наверное, случайность, второй раз, наверное, закономерность, третий раз – это уже тенденция, четвертый – это уже просто правила. Да, вот эта система менеджмента меня очень интересует. У нас есть такая проблема, что мы каждого сотрудника пытаемся, чтобы… Если ему говорят, что поправь кнопку, добавь кнопку, например, а у него там половина страницы просто кривая. И он-то видит, но он кнопку добавил и ушел. То есть, получается, он не превысил своих полномочий, мы должны его похвалить, если по этой системе… Не похвалить, не имеете права наказывать. Хвалить не обязательно. А как его это смотивирует на то, что его за это не накажут? Молодец, он сделал. Свою работу он сделал. То есть, как его мотивировать на то, чтобы он еще смотрел что-то вокруг? А как вы ему задачу ставили? Менеджера наказывать. Да, здесь столько менеджеров. Программистов он при чем? Нет, смотрите, каждая задача получается. Ставь кнопку на сайт и посмотри, что вокруг. То есть, так ставится задача? Что значит «посмотреть, что вокруг»? Посмотрел, галочка поставлена. Фигово поставили задачу. Нет, у вас какой-то косяк более глубинный в процессе, мне кажется. Можно я прокомментирую? Я как руководитель не могу молчать. Разговаривайте с ним, объясняйте, где его зона ответственности, за что он отвечает. За что кнопка стояла, за то, чтобы что-то еще хорошо выглядело. И объясняйте человеку, что, не знаю, когда водителю ставите задачу, что груз должен быть довезен из одной точки города в другую. Водитель же не звонит на каждой яме или на каждом светофоре. Они спрашивают, как его обгонять или где куда поворачивать. Его задача, его ответственность довести. Также человек должен понимать, его ответственность не в том, чтобы кнопка стояла. И он не должен спрашивать, что еще там посмотреть или так далее. Он должен понимать комплекс своей ответственности. И вы должны с ним на эту тему разговаривать и объяснять ему. Много-много-много раз. Просто как бы вот именно и приходится, то есть единица тех, кто действительно не будут на светофорах, не знаю, тормозить, или там еще что-то поворачивать от пробки. Это ваш менеджерский косяк. У нас три минуты. Я думаю, что пару последних вопросов, и мы отпустим вас в кулары. Дмитрий, вопрос следующий. Стоит ли делегировать возможность наказания на линейных руководителей? Или это надо делать обязательно самому? Вот какой опыт здесь? Потому что линейные руководители часто, они не горят желанием наказывать, потому что грех на душу брать. Понимаете, да? Ну это рычаги, рычаги, мне нужны рычаги. Значит, это очень сложно. Это очень сложно. Если вы кому-то даете право наказывать кого-то другого, вы должны этому его научить. Нас этому не учили. Если вы это не умеете, учите это кого-то другому, это дохлый номер вообще. Если у вас хватит соображения, навыков, терпения, кого-то научить, как наказывать, ну хвала вам как менеджера. Если нет, то занимайтесь, пожалуйста, этим сами. А как у вас вопрос? У нас есть люди, которые умеют это делать. Есть люди, которые не умеют, но пробуют. Чайка-менеджер, знаете, что такое? Налетел, наорал, нагадил, улетел. Короче, вот этого отучим. А в принципе, учить этому надо, ну вот как ребенка кашу учат есть. Сначала, значит, его с ложки дают, потом, значит, присмотривают за ним, чтобы он ел. А, сначала показывают кашу, потом показывают, как ее есть. Ну вот постепенно, по шагам. А потом остается только смотреть, чтобы, когда он кого-то наказывал, он не переусердствовал. Владимир, такой вопрос. Здравствуйте. Привет. Как вы относитесь к тому, что сотрудники какие-то в компании у вас, допустим, если такое есть, периодически опаздывают на 10-30 минут? Вы это как-то наказываете, либо глаза закрываете? Значит, у нас есть несколько групп сотрудников, которые абсолютно по-разному реагируют на опоздание. Для менеджеров здесь все жестко. В 8.45 у нас стендап и планерка. Если они проматывают стендап и планерку, они могут быть наказаны очень ужасными образами. Им может не достаться ресурсов на техподдержку, либо ресурсов на что-то еще. Это раз и два. У нас там есть такие регулярные задачи, когда нужно почитать дятла. Но это отдельная история, просто конкретные наказания не буду рассказывать. Для разработчиков, да приходи они хоть в 10, хоть в 9. Главное, чтобы на стендапе, то есть это скрамовская такая активность, когда все собрались в кучку, и там что сделано было вчера, что будет сделано сегодня, какие есть проблемы. Вот на этом точку они должны присутствовать. Дизайнеров, по-моему, вообще никто особо время им не контролирует, они просто сами с усами. Ну, вот так. Пожалуйста. Спасибо. 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 Спасибо.